Ну он так нормально, такой дед был, такие дела творил. Саша, ты что катаешься на железных станках? Кроме фронтовых воспоминаний об отце, у ветерана Великой Отечественной Александра Карпенко масса простых, детских и еще довоенных. Сам он попал на фронт 20-летним, командовал огневым взводом. Под Николаевым был ранен, а в это время его отец Захар Иванович спасал жизни красноармейцев в Ивакогоспитале. Каждый день новые раненые. Трудно представить, что он чувствовал, думая, не лежит ли так же перед врачом сейчас его сын. Под обстрелами обустроил полсотни перевязочных столов, на которых проводили сложные операции. Создал семь систем переливания крови. В последний год войны там спасли больше 13 тысяч солдат. За это в июне 45-го Захар Карпенко был представлен к награде, которую по каким-то причинам так и не получил. Здравствуйте, уважаемый Александр Захарович. До этой встречи пришлось поднять тысячи архивных документов. И вот столетний ветеран Александр Карпенко получает дубликат отцовской медали за боевые заслуги. Мы восхищены подвигом вашего папы, а также вашим личным. Спасибо вам. По поручению президента Российской Федерации Путина Владимир Владимировича, нашего верховного командующего, выполнили данную миссию, которая задержалась, к сожалению, на 76 лет. Работы по установлению фактов невручения государственных наград за годы Великой Отечественной войны продолжаются и будут продолжены до тех пор, пока каждый герой не получит или его потомок не получит заслуженную награду. А самому Александру Карпенко вручили дубликат его знака «Ворошиловский стрелок», утраченного в военные годы. Елена Доронина, Дмитрий Сумской, Юрий Санкин, Первый Ростовский.